Всем привет! Меня зовут Егор, я преподаватель в онлайн-школе Pixel. Сегодня мы будем говорить о том, что такое разрешение экрана компьютера и как его можно изменить. Разрешение экрана – это очень важный параметр, который определяет качество и четкость изображения на экране. Чем выше разрешение, тем более детальную картинку мы сможем увидеть. Давайте разберемся, что именно скрывается за понятием разрешения экрана. Разрешение – это количество точек на экране, которые могут отображаться одновременно. По сути, это количество маленьких квадратиков на экране, из которых состоит картинка. Если на экране разрешение 1920х1080, то это значит, что на экране можно отобразить до 1920 точек по горизонтали и 1080 точек по вертикали. Представим, что у нас есть область экрана 8х8. Получается, что на этом участке у нас поместится 64 пикселя. Это число мы получаем умножив 8х8. Увеличив размер до 16х16, мы получим область, которая вмещает уже 256 пикселей. На этом примере мы наглядно видим, что чем больше разрешение, тем больше квадратиков у нас помещается на картинке. Какой же экран лучше – с высоким или с низким разрешением? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы используем наш компьютер. Если мы просто смотрим видео в интернете или играем в игру, то разрешение 1280х720 нам будет достаточно, чтобы изображение было четким и качественным. Однако, если мы хотим редактировать фото или видео, то для того, чтобы заметить все детали изображения, нужен экран с более высоким разрешением. Также стоит учитывать, что при изменении разрешения может меняться размер объектов на нашем экране. Например, текст на экране может стать мельче или крупнее при изменении разрешения. Поэтому важно подбирать разрешение, которое будет наиболее комфортным для работы или просмотра. Например, если нам нужно работать с графикой, то нам нужен экран с более высоким разрешением, таким как 1920х1080 или даже 4К, то есть 3840х2160. Также стоит учитывать, что разные типы экранов могут иметь разное разрешение. Например, обычный монитор для компьютера имеет разрешение 1920х1080, а смартфон 1080х2220. Поэтому в первую очередь выбор разрешения экрана зависит от того, как мы будем использовать наш компьютер или другое устройство. Мы также можем поменять разрешение экрана вручную, используя стандартные настройки нашего ПК. Для этого на рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Параметры экрана». В открывшемся окне в поле «Разрешение дисплея» мы можем самостоятельно изменить разрешение вашего экрана. Но стоит помнить, что значения выше параметров вашего монитора установить нельзя. А также, чтобы получить наилучшее качество изображения и комфортную работу, нужно учитывать особенности своей деятельности и подбирать оптимальное решение. Так что выбирайте разрешение экрана внимательно и не забывайте учитывать свои потребности. Если хотите узнать больше, то записывайтесь к нам на курсы и мы вас всему научим. Чтобы не пропускать новые видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Напишите свое мнение в комментариях, а также подпишитесь на наш блог в Яндекс.Дзен. На этом у меня все. Встретимся в следующих видео. Продолжение следует...